Еще раз про романтический нос. Он у кого-то из них шире? Здесь какой-то узкий нос? Давайте вернем на Туралу. Смотрим еще с этой позиции. А у нас есть информация, что у нас узкая переносица у романтика. Давайте разбирать. Да, все, что в голове когда-то засело по какой-то странной причине, давайте разбирать. Напишите, нужны ли еще пояснения. Потому что мне так эти вещи очевидны. Может быть они нужны, тогда как-то углубимся в это. Спасибо. Спасибо. Напишите, пожалуйста. Какие сомнения, если они есть, в чем они заключаются? И поставьте плюсик, у кого нет вопросов и сомнений, чтобы не понимать, мы можем двигаться дальше или мне нужно что-то пояснить. Спасибо. 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 Достаточно ли иллюстрации, наглядности в этом вопросе или нужно еще что-то? Если нужно еще что-то, мы можем в это углубиться. Ольга, вижу ваш плюсик. А вы как думаете, Дарья? Ольга пишет, спасибо за пояснение по форме глаза, что нужно смотреть с веком. Без века оказались совершенно верно. Это очень важный момент. Периодически в него мы все попадаемся. Потому что если смотреть на разрез глаза, вы удивитесь, ну, за что практически у всех миндалевинные глаза. Это мы, значит, все драматики? Это нет. Наверное, есть какие-то другие важные показатели, а именно, да, века входит в форму глаза. И круглые глаза, которые у нас характерны для Агамина, да, это не сама форма разреза глаз, а то, что получается в результате, да, то, что у нас в результате получается вместе с веком, да, я грубо нарисую. Простите уж, да, ну, вот так вот примерно. Так. Давайте подведем тогда итог, да, потому что если вы отвлекались, девчонки, то нужны пояснения. Чья доминанта у нашей модели? Еще разочек, да, вот. Чья доминанта у нашей модели? Какая доминанта в лице? Могу вам включить оба, да, оба два, оба три, чтобы вы могли, переводя взгляд, еще раз для себя проверить. Натуральная, гаминная, романтическая. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...